Детский сад как градообразующее предприятие. Жители поселка Ольга, получив детсад, почувствовали новые силы, а некоторые даже передумали уезжать отсюда. Вроде уже и незачем искать лучшие жизни. Данил Макарычев о маленьком социальном чуде. Малыши из детского сада поселка Тимофеевка громко требуют обед. Сегодня щи на мясном бульоне, винегрет и рыбная котлета. Все приготовлено в новом пищеблоке. Старый перестал соответствовать санитарным нормам. Да и находился в сотнях метров от детского сада. На 100% безопасно. То есть они вот зашли кушать, взяли и тут же сразу пошли по калидору. А раньше мы ходили через улицу, вокруг здания обходили. То есть были возможности, что могла упасть и посуда, и естественно пища. Новый пищеблок строили всем миром. Деньги брали из районного бюджета. Что-то добавили спонсоры. Сделав одно дело, взялись за другое. Новая задача – отремонтировать помещение под дополнительные группы. В Тимофеевку возвращаются военные. А значит стоит ждать пополнения. Игровая спальня, коридор. И все обязательно в ярких тонах. Можно взять розовый, можно взять оранжевый цвет, можно взять персиковый. Но только ни белый, ни синий. Такое вот, чтобы было яркое, как дети сами солнышки. Группы в детском саду разновозрастные. В одну ходят те, кому от двух до четырех, в другую бегут от пяти до семи. Педагоги реализуют несколько образовательных программ. Уверены, всех сумеют подготовить к школе. И считают, что каждый малыш обязан посещать детский сад. От этого зависит развитие ребенка во всех направлениях. Возьмите даже самое элементарное. Тоже какая-то мелкая задача, взять что-то, допустим, в руки. Чем ребенок раньше приходит в детский сад, тем больше идет его развитие. С младшей группой. В старшей группе, конечно, подготовка к школе. И общение вообще в обществе. Еще недавно Тимофеевка была, что называется, депрессивным поселком. Сейчас жизнь сюда снова возвращается. Многие передумали уезжать. Вводят детей в детский сад и довольны работой педагогов. В первую очередь надо занять ребенка чем-то, куда-то его отдать. Потому что родители работают. Конечно, это очень прекрасно, что его директор детского сада, она много что сделала. Тут видно и по ремонту, и по состоянию садика. Сегодня на территории Ольгинского района работают более 10 детских садов. Полностью закрыт вопрос очередей для тех, кому от трех до семи. Уже подумывают об открытии ясельных групп. Данил Макарычев, Павел Филатов, Ирина Слободян. Панорама.